Штраф до 50 тысяч тенге. Такое наказание ждет тех, кто отказывается принимать банкноты старого образца. Такие случаи встречаются довольно часто. В нашу редакцию поступили жалобы казахстанцев на то, что в некоторых магазинах у них не берут купюры номиналом в 2, 5 и 10 тысяч тенге. Как по закону отстоять свой кошелек, расскажут наши корреспонденты. Это видео гуляет в популярных мессенджерах. На кадрах видно, как продавец отказывается принимать у покупателя 2 тысячи тенге. Аргументирует о тем, что банкнота старого образца. Я эту купюру у вас не возьму. Дайте другую новую. Почему? Ну это же купюра действует в обращении. С этого года они вышли из обращения. А куда мне девать, я ее с банка получил? В банк идите, они вам обменяют ее. Я не могу взять такую купюру. Подобной ситуацией оказалась и Сабина Тургаева. Обычный поход в магазин для нее превратился в словесные дебаты. У жительницы Павлодара также отказались принять двухтысячную купюру. Я пыталась расплатиться ей в магазине продуктовом, на что продавец мне ответил отказом. Я, соответственно, стала задавать вопросы, так как слышала о том, что эти купюры действительно могут быть в обращении до октября 2016 года. Позже хозяйка попросила все-таки продавца принять у меня эту купюру, сославшись на то, что она расплатится ею в мультикассе. Как оказалось, владелица магазина дала указание продавцам не принимать банкноты старше 10 лет. Для того, чтобы сотрудники ничего не напутали, даже распечатала постановление Нацбанка, не уточнив при этом главного – игнорировать старые купюры незаконно. Согласно 206-й статье Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, отказ в приеме банкнот и монет национальной валюты влечет штраф. Он варьируется от 10 до 53 тысяч тенге. Изъятие двух, пяти и десяти тысячных купюр образца 2006-го проходит постепенно. В конце ноября Нацбанк решил продлить сроки процесса до 3 октября. Это значит, что до указанной даты казахстанцы могут не переживать, расплачиваясь такими банкнотами. Они – законное платежное средство, и никаких ограничений на них нет. А начиная с 4 октября и до осени 2017-го, купюры нужно будет обменять в любом банке второго уровня. Все оставшиеся после этого периода банкноты до 2020 года примут филиалы Нацбанка. Дана Рожуманова, Єрболабишев, Арман Якубов, 24КЗ.